В дневнике только пятерки на столе стопка книг, которые Славик планирует прочитать в ближайшем будущем. Десятилетний мальчик очень любит учиться и всегда прилежно выполняет все задания учителя. А когда хочется отвлечься от учебы, мальчик собирает конструктор. Это вот птица из лего-мультика. Я ее сам собирал. Долго собирал? Ну, довольно-таки долго, хотя за один день собрал. Еще вот это вот тут открывается. Вот такой вот конструктор. У Славы Шепелева мышечная дистрофия Дюшина-Бекера. Очень редкое генетическое заболевание. Один случай на 3,5 тысячи новорожденных. Болезнь неизлечима и прогрессирует с каждым днем. С восьми он уже не ходит. Он ходил. И вот восемь лет, когда исполнилась, как будто кнопочку кто-то нажал, он встал и все. И теперь вот я наблюдаю, у него уже деформированная стопа. В Славе было два года, когда мать узнала, что ребенок болен. Она сразу от него отказалась. Отец мальчика погиб. Сейчас Слава с бабушкой живут в общежитии, в комнате без удобств. Семья живет на пятом этаже. Поскольку здание не оборудовано лифтом, а бабушке с 70 лет довольно-таки тяжело спускать и поднимать ребенка на инвалидной коляске по ступенькам, то мальчик лишен возможности бывать на свежем воздухе. И в буквальном смысле не видит солнечного света. Сейчас Галина Шепелева с внуком мечтают продать свою комнату в общежитии и купить квартиру. Чтоб с удобствами и на первом этаже. К проблеме подключились депутаты городской думы и администрации советского района. Семье помогли с обследованием в больнице Середавина. Теперь Славик готовится к поездке в Москву, в реабилитационный центр. У Славика появляются уже контакты, какие-то друзья, знакомства. Он понимает, что он просто не одинок в этом мире. Мы должны все вместе собраться вокруг таких людей, особенно детей, и помогать им. Вот это, наверное, основная задача нашего общества. Нельзя проходить мимо, потому что вы сами знаете, что даже добрые слова всегда вам поможут. Семья готова принять любую помощь – и волонтерскую, и финансовую. Желающие помочь Славе Шепелеву могут позвонить на телеканал «Самары ГИС», чтобы узнать, как связаться с семьей. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События.